Опа! Друзья, всем привет! Вы на канале ВПОЗе Кладов с Серегой. Сегодня находимся на поисковой в бахте в Маззелде, Латвия. Курлянский котел здесь проходили огромные страшные бои. Просто 44-45 год, даже когда уже закончилась война, то есть Германия подписала капитуляцию. Бои здесь, в Курлянском котле, дошли до самого лета, ребята. Смотрите, вот находки. Такие вот каски советские. Касочки из части противогаза лежат. Это с прошлого раза, ребята, тут наподнимали. Столько вот вещей. Сейчас мы пойдем на раскопки. Самое-самое утро сейчас. И мы начнем, ребята, искать. Ух ты! Вон такая коробка лежит под патроны. Цинк, так называемый. Так, друзья, несколько шагов сделано. И первая находка. Сигнал мощный. Вот, смотрите, советская лопата. Советская саперная лопата. Прямо на берегу вот такого вот озера небольшого. Еще раз говорю, ребята, бои здесь были просто страшные. Эти вот все позиции, эти высотки по нескольку раз переходили из рук в руки. Там вот ребята уже пошли на рыбалку. Какие-то местные вон они. С удочками поперли. Находки начали вылазить. Так, друзья, первый снаряд у нас. Вот он, красавец. Все это дело не выбрасывается, а будет сдаваться под отсчет. Приедут саперы. И все это дело будут забирать. Увозить на подрыв. Так что надо куда-то складывать. Потом вызовят саперов. Будем. Саперов, саперов, саперов. Так, куда сложить? Куда положить? Пока что здесь. Очередная находка, друзья, вот такого диска. Диск от ППШ. Не знаю, с патронами он не с патронами. Конечно, можно вскрыть и посмотреть. На самом выходе патрона нет. Возможно, он пустой, по-моему, да? Он без крышки, друзья. У него нету крышки. Он пустой, без патронов. Сейчас посмотрим, улитка на месте или нет улитки. У него улитка на месте. Патронов вообще там внутри нету. Он весь подгнивший, сгнивший. Сейчас мы его положим туда, где положили снаряд. Потом все это дело я заберу вот сюда. Я тут уже даже метку поставил. Вот, смотрите, друзья, как я опасно копаю. Начал бить лопатой. Вот здесь вот бил-бил корни. А лежит тут подствольная граната, друзья. Причем целая немецкая подствольная граната. Очень-очень опасно. Вот так вот, ребята, долбить лопатой. И она может вмочить вот сюда, вот по этому кончику. Видите, у меня такой здесь кончик. Не дай бог сюда сильно ударить. И она бабахнет. От всего сердца благодарю поисковые отряды за то, что они меня, Сережу, приняли их себе, так сказать, как родного. Все нормально, копаясь с ребятами. Друзья, я же в свою очередь хочу вас попросить. У поискового отряда есть свой канал на ютубе. На этом канале вы можете посмотреть воспоминания ветеранов. Так что обязательно переходите. Давайте, друзья, все вместе. Давайте поддержим канал. Дадим подписчиков побольше. Что мы, не люди что ли? Давайте. Так что переходим по ссылочкам в описании, внизу под видео. О, я даю, короче. И подписываться на замечательный канал воспоминаний ветеранов. Надо поддержать моих копателей. Все-таки знак благодарности. Потому что это нормально, потому что память о войне. Все, ребят, продолжаем копать. Извините, что я за их ударил. Ну что, друзья, у нас очередной ВОП. Так называемый взрывоопасный предмет. Это лимонка. Советская ручная граната. Ложим сюда в кучу. Вот сюда вот потом все это дело будем отсюда забирать. Сигналов очень много здесь копать и копать, ребята. Что-то здесь должно быть, потому что, ну, такие здесь бои были страшные, ребятки. Просто ужасные. Но самое главное найти бойцов. Нам надо искать бойцов, солдатиков поднимать. Боеприпасов лезет очень прилично. Еще вылезло две лимонки. Тоже их до кучи сюда. Смотрите, друзья, они в глине и очень похожи на какую-то картошку сырую. Вот так вот в поле, кто собирает картошку, можно перепутать и в кастрюлю кинуть. И будет бабах. Большой-большой бабах. А вот это, друзья, у нас вылез магазин. Магазин от МГ. От пулемета МГ. Пила Гитлера. По-моему, он самый. Если, конечно, я не ошибаюсь. А я, ребята, не ошибаюсь. Вот, видите, сюда патроны входили. Патроник, как там сказать, вот ручка была переносная. И вот такой вот раздолбанный диск лежал прямо на краю ячейки. Мощнейший сигнал. Просто, ну, просто. Даже пришлось корни пилить нам. А что лежит, понять невозможно. По-моему, снаряд какой-то. Что-то большое, круглое. Вот это захоронение искали, вот это захоронение искали, и вот это захоронение искали. Не нашли? Не нашли. Да, то есть вышли на точку, но не нашли. Вот там вот, где Гобус, там выше, вот тут же, вот так. Вторая карта. Гобус, да. Это надо норму дождать, ты говоришь? Да, но, кстати, здесь нет обозначения братского захоронения. Нет, я верю, вот это можешь пошли. Переехали на место, а сейчас выдвигаемся на поезд. Ребята тут готовятся по полной программе. Даже не подумаешь, что это рюкзак у тебя не вмещается, да? То есть, на, берешь. По большим вещам, это, пожалуйста, к Сереже и к Вите. Каким большим? Это вот такие, которые на железную дорогу выкатить, вытащить надо из местных. Это мы моем. Раскладываемся, да? Можем начинать поезд. Ну да, металлоскасси можно раскладывать. Направление как-то вот так будет. Это у нас это самое, с кассеты, да, получается? Очень похоже. Да, кассета раскрывалась, их там под 100 штук, если не больше, да, высыпалась. С самолета скидывали. Ну да, очень-очень интересный такой, да. Но это не дом был, это был какой-то сарай или ангар какой-то. Дом стоял вот там, он, по-моему, вон в кустах. Там может, похоже на дом. Какой-то инструмент, да. Режущий. Да, старый рубящий инструмент какой-то. Вот он, скорее всего, деревья рубить. Это сухое дерево, кстати. Жалко с собой не забрать, куда такую дуру таскать. Сказать стоит здесь. Вот здесь дом стоял жилой, вот видно труба от печки, все. А там стоял этот самый, какой-то сарай был здоровый. Вот здесь, да, здесь люди жили. Вон кирпич печечный, печной. Вон какой здоровый кирпич. И вот даже сохранилась часть печки, часть трубы. Ну вот, сейчас возле хутора посмотрим, что у нас будет по находкам. Потому что надо искать солдат. Где-то должны быть неучтенные захоронения. Учтенные, неучтенные, любые. Надо что-то найти. Эспонат вообще, смотри, я не знаю. Ну, да, лопатка. Советская, да, это у нас? Да, советская. Советская, вторая мировая. Что делаем, оставляем? Лопатки, не-не, лопатку можно взять. У кого рюкзак на свободный? Я думаю, что сегодня еще будет много-много всего такого. Сейчас только муравьев собьют, там, по-моему, муравейник целый. Она вся в муравьях. Саперные лопатки, которые участвовали в рукопашном бою. И смотри, что ей рубили, видишь, как она замята? Ей били, почему-то прям видно, да. Причем очень сильно и усердно. Так, а этот диск же? Это диск какой? Да. А, это дегтярёва, да? Точно, я не узнал. Крышка, ага. Танки здесь присутствовали? 45-ка? Да. Ну, пустая. А, ну да. Прикольно. Тяжелая такая, тяжелая. Не, у меня вообще такой вкус мантры. Я просто не могу его достать. Ну, нафиг, я не могу понять, что там такое лежит. Какая-то рессора, по-моему. Короче, друзья, пошел дождь. Нереальный дождь. Придется нам его здесь переждать. Просто ливень капитальный. Железо немерено, просто немерено. Я такой ни разу не видел. Я бы, честно, какой-то копал, подумал, что какая-то лажа и все. Не-не-не-не, это... На переломы, да? Что-то где-то перелом. Немецкая, да? Немцы. Что, я себе, в жизни бы не подумал? Что-то шину накладывать на переломы. Вторая мировая. Что за гильза такая? Не знаю, скорее всего, Мартир Хрис. Ага, немцы, да? Германия. Нифига какая здоровая. Да, колесо телеги. Принец. Сколько усилий. Просто пипец, ребята, мы попали под конкретный дождь уже час и льет. Все мокрые, блин. Не взяли с тобой у этих самых чехлов, короче, блин, непромокающих. И вот, мокным стоим. Кто где под деревом прячется. Ребята промокли, все, надо сушиться. Весы. А там он, смотри, это самое, так бирка есть, е-мое. Что-то какие-то надписи проглядываются на бирке. Но, ну, явно не русские буквы. Что-то какие-то латиницы какая-то. Кому такое нужно? Гильзач. На рюмочку. Это когда получают трубка телефонная? Да, может быть, но может быть, советский. Здесь динамик стоял, да? Может быть, советский. Саш, вам бы лопату наточить. Ну, надо на металлолом забирать, на цветной лом. Не велосипедный, это может какой-то техники какой-то. От косилки, знаешь, садились на косилку. Это может это быть, от мотоцикла. Думаешь, может от мотоцикла, от немецкого, да? Ну да, точно. Может быть. А я тут лопатой луплю. Да. Очень опасно. Опа. Вот она, красавица. Дойчин или наша? Сразу две штуки в одном месте лежали. Мины. Не стреляны или стреляны, непонятно. Такая же одинаковая, да? Не стреляны, потому что в дело движка. Если бы она была стрелянная, она бы скорее всего была воткнута. Не, само собой, потому что, что они двери, да, дверь от нас не может лежать. Я монетку нашел. Сантим 30. Сержи, молодец. Сержи, молодец. Саньки, да, Сантим 30. А какой год я не знаю. 30-й, это я цветываю, 30-й, где-то 20-й, 40-й, примерно 5-й, это так, довоенная. Это пила, блин, обалдеть, можно. Такую я еще не видел. С ручкой. Как такую педить-то, блин, еще за себе. Долго шли через лес, пока вот не вышли, наконец-то, на позиции, где отмечено военное захоронение старое. Его надо найти, ребята. Это захоронение. Если оно, конечно, тут есть, должно быть, по карте, по крайней мере, отмечено. Пила, конечно, прикольная. О, ложи туда. Ложи, ложи, ложи. Бросай же. Сколько ты у нас сегодня наковырял? Три. Три. Кстати, если так, если мин, то третий, целый схрон. Очень много мин, говорит о том, что здесь находились позиции артиллеристов. Обалдеть, можно. Просто обалдеть, реально. Такого количества я еще ни разу не видел. Там, по-моему, еще один ряд идет. Вот это геморроя я накопал. Нормально, да? Короче, лежали здесь в два ряда и, наверное, в 6-7 ярусов. Ну, можно будет вытащить. На себе? Нет? Что? Чего? Где у нас подвижная дорога здесь? Все, друзья. Командир поискового отряда сообщил, куда надо. То есть, саперы уже в курсе. Приедут и все это дело заберут. Когда они приедут, это уже другой вопрос. Завтра, послезавтра лес очень глухой. Просто очень глухой. Так что это все будет отсюда забрано. И где-то, наверное, в какой-нибудь карьере подорвано. В 76 думаешь? Нормально. Вот с цвета там здорово, бля. Отпилить? Все. Ну, будет-то стаканик. Только у него капсула целая, не? Не, не может быть. Я знаю твой способ. Надо ее отбить. О! Капсуль стрельный-то все. Пустая, нет? Там трубка должна быть. Нету трубки? Нету трубки. Стрельная. Стрельная. Опа! Диск тепища. Улиточка на месте, только сгнила. Крышка. Ну, все уже, хана ему. Ой-ой-ой, нифига себе. Смотри, как в него прилетело. Видел? Да. Осколки. Офигеть, он, смотри, разорвал. Лажное. Вот отсюда прилетело, видишь? Ну, видно-видно. Ну, вовнутрь сюда, и отсюда вот выход был. Вот ее. Вывернутая. Офигеть, ну нафиг, блин. Что здесь творилось, вообще фиг узнает. Какая-то жесть. А, нифига себе. Это там, да, на хуторе? Нет, тут. А, тут, да? С той стороны речут. ЦУ... ЦУЗАЦИЛ... 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 кирпич начи попадаться наверное печка стояла ордонг по моему ордон куда вот ребята лежит каток от танка сейчас мы его достанем не это не достанешь она вкопом уж на метр бочка печка стоял кирпич кругом видео снова с надписями ваня увидел сбоку роник какой-то на это бочка в куб должна быть с написями нужно там сенсенка наверно было скорее всего наверное дуэт и бревна были до стена стена а только что говорили про каток вот он пожалуйста каток валяется самый настоящий каток танковых с резиной нифига на нем все есть он резина но он подорванный до нами не подорвался что это у нас такое от вас не минус случайно противотанковые мины противотанковые мины и вот каток танковый подорванный жестком подорвался конечно но знаешь который я копал там у нас он по моему побольше по моему он побольше здоровый тоже конечно хвост такой только здесь ребята железо просто с ума сойти звенит все кругом эта крышка от какого-то бидона может даже пища какая-нибудь подавалась вот на бидоне все звенит кругом все все уже ноги не держит с четырех часов утра 4 час 4 часа вечера 12 часов уже херачим и не собираемся останавливаться на достигнутом бензопила какой наконец-то от противотанкового снаряда ну он такой елочки а ну это этот но под калибр вот я его в пенюк вот там братьев как там на пеньке и стоит вот это что за этого самого рыцарь какого-то славянского шлем более тяжелая для смогла покажется ножек еще под штаник тот вообще прикольно кованый который конечно с ума сойти на улице 1 осколок 2 осколок 3 4 хорошо подрешатил и дети вот этот тесак вещь вот эта вещь на мясо любезю это часа чего ай там же хорошо зато вот там целое целое снаряжение так сказать дембельский аккорда на сегодня наверно столько копались только копали в глине снаряд сраный лежит на такой глубине в гильзы нападали желуди и проросли нифига себе должен был дуб вырасти из таких желаем и муравьи смотрела целая гильзы муравьев айн свай айн свай серёжа находит сигналы а ребята копает не я просто перекурива отдыхаю я только что попал сейчас вот ребята сказали вам эти а сереже замене потому что устал что-то здорово или же очередная фигня какая-то сигнал помощь на такой широкий даже для такой глубину широко очень любил бронем уж часть кого пошел 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 двумя лопатами не надо копать дальше он уходит на губ и вот сюда в бок ну тебя лопата уже все это все не последний день и кажется это чуть-чуть от максима от максима от максима чуть если вы максим к ну думаешь от максима просто по прорези слушай это не может быть кираса штурмовика да то он типа нагрузки лежат и желают то здорово вы загнула погоди погуглить так это нас получается кираса штурмовика да да то есть это на грудь вешиваться это вот один из ободов один обод это диск ппш лежал внутри что он тяжеловато слушать ппш правда что очень правильно говорит смотри вот если по этой картинке то у нее левая часть должна быть больше чем правая вот левая загнутая на первой картинке видишь больше чем право все правильно это часть больше вот лет и левая часть сюда заходит правая вот так обрублено бронепеллеты да вот смотри какой-то смотрят смотри какой самый это вот такую дуру на себя надевать я не знаю возле дома где мы живем находится пастбище с баранами смотри сколько здесь много друзья нереальное количество йомами солнцев есть я просто не вижу и снимаю достаем огромный снаряд для саперов таких два куска уже выпили запилили все в корнях а надо саперам отдавать оставлять нельзя более рядом с домом да стоит рядом живой дом ни в коем случае и это все идет под сдачу сапером три лимонки рпг-шка заглушкой подствольник и танковый снаряд танковый снаряды на прошедший ствол прошедший ствол с нарезка до получает вас они он да туда голова слива тоже видно конец а вот сюда потому что насечки идут сейчас мы засыпем лопатой все даже не шевелиться даже не шевелиться здесь вот надо вот эти вот подкопать короче говоря достать его не удалось решили что саперы будет взрывать его прямо на месте там стоит дом и должен пень этот защитить его от взрыва дом на снаряд точно огромный сок видишь 100 до больше ну где-то 105 может быть чуть больше ну да вот наши позиции находится советские здесь там немцы стояли то есть от немцев прилетел и не долетел ребята саперы приехали саперы саперы взрывать приехали там взорвали приехали сюда взрывать остальную часть пойдем сейчас узнаем что там мы решили цветы с этим снарядом который в корнях застрявший то ли на месте будет взрывать то ли куда-то будет увозить доставать все таки не знаю короче просто взрывать сейчас вот это точно не будет потому что и там люди находятся и дети и отдыхающие кто-то такое начинает саперы кто-то да и не ошибся она не сдает это отчет это это что это как Ооо, там. Кровь... 102 2... Кровь... Нужно опутили? Угу. Все, повезли взрывать. Куда-то далеко отсюда. Не может ли это быть оно? Нормально, да? Посмотри, какие размеры. Долбануться можно. Это авиационный что ли? Сейчас посмотрим. Они взорваны случайно. Там как раз сейчас полиция приехала. Давай прощупаем, где у него конец. Авиационный. Авиационный, да? Потому что с крыльями. С крыльями, да. Я смотрю, что крыло у него. Опасные, да? Давай поднимаем. Кассета. Очень легко она пошла. А, половинка кассеты. Ух ты. Полкассета, да. Японский городовой, да. Ну красиво. Да, полкассета. Сюда набивалось как-то самое. Много те самые, да? Снарядиков маленьких. Бабочки. Да, бабочки. Вчера такую находили. Много-много сюда. Потом на воздухе раскрывалось и полетели в данную сторону. И большой процент не взорвался. Поэтому очень нехорошая вещь. Очень нехорошая. В прошлом году в Мазелде тоже нашел уже кассету. Только там алюминиевая была, да. Там была алюминиевая. Я когда сам плотину спускал, там в плотине лежала кассета. Тоже большая половинка. О, ребята еще нашли гильзу такую здоровую. А что, это катушка что ли какая-то? А, это под кабель? Вполне может быть, да. Да, да, под кабель. Под кабель, ничего себе. Под телефонный. Военная катушка. Вот такой вот, друзья, красавчик. С войны топор военный. Но, к сожалению, вот, немножко видите. Отломан у него кончик. Очень обидно. Но все равно такой экземпляр надо забрать. Раритет. Есть раритет. Какой нафиг раритет? Что они несут этот самый артефакт? Так сказать. Артефакт. Ну, пачка, наверное, патронов потерянного. Это ППШ. Потому что все целые. Вот. Целая гора. Она штучная. Ну. Ну, так вот и у меня все целые. Ну, так, наверное, с пачками валялась тут. И горами. Вот. Вот одна тут. Горами. Вторая, третья. Нашел, друзья, вот такую интересную штучку. Медная и кожа. Что-то такое с войны от чего-то было. Не знаю, с чего такой элемент. Какой-то амуниции. Ну, штучка интересная. Забирай. Потому что такого еще ни разу не видел. Реально не видел. Получается прямо вот возле блиндажа на позиции. Фу, ребята. Сколько сигналов. Все звенит, пищит. Копать это просто какая-то жесть. Копаешь, копаешь, как конь, короче говоря. Вот ради такой вот ерунды, ребята. Приходится копать и копать очень долго и усердно. Голова от снаряда. Причем, тьфу, снаряда от мины. Огромной здоровой мины. Вылетела еще вот такая вот штучка. Мне тут сверху сбросили. Нахожусь сейчас в устье реки. Хожу по низу, видите. Это, скорее всего, крышка от самовара. На ней даже очень хорошо просматриваются разные узоры. И вот тут такая штучка, видите. Чпок, чпок, она работает. Такая вот эта крышка была какая-то сбоку. Фух. Пойду сейчас подняту реки, пройдусь. И все. Просто мега мощнейший сигнал. С ума сойти. Вот сигнал. Лежит вон колесо от повозки. Видите, ребята, вот он обод проглядывается. Хорошо его видно. Ну все, друзья. Вот такая вот у нас была небольшая полтородневная вахта. Солдат, к сожалению, найти не удалось. Здесь искали усердно. Нет, ничего нету, ребята. Ничего нету. Конец войны, как-никак, 44-45 год уже. Блин, не подорвался ли кто? Что это было? Да говорю уже, конец войны, то есть уже погибших солдат собирали. Так просто на месте не закапывали, не завалили. Уже собирали и увозили. Как в начале войны, так вот просто сбрасывали, могли закопать. В общем так, друзья. Это значит, что такое долбануло? Это долбануло. Я только что позвонил, мне все сказали. Долбануло то, что я вчера нашел. Это приезжали саперы. И представляете, за несколько километров там, вот отсюда где-то километров, наверное, десять каких будет. До того места, где я это нашел, где это лажу все. Наверное, даже больше, ребят, чем десять. Вот такой вот был взрыв. Представляете, я стоял. Я штаны наложить не успел, естественно. Меня подкинуло, я почувствовал, прям вот так вот. Короче, ноги даже вот так вот оторвались чуть-чуть. Не оторвались от земли, но что-нибудь, дернулись вот так. То есть земля дала какую-то вибрацию. Ну его нафиг, короче. Вот это взрыв был, так взрыв, ребятки. Вот такие вот дела. Представляю, как там сейчас воронка на месте образовалась. Сходите туда посмотреть, что там осталось. Ладно, ребята. На сегодня все. Вы были на канале ВПОСе Клада с Серегой. Пока, ребята. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok